Здравствуйте, меня зовут Заронин Илья Владимирович. Я представляю кафедру электродинамики сложности системы нанофотоники. И тема моего доклада — это двухпотонная интерферометрия. Для начала, что это такое? Это метод измерения, который позволяет улучшить точность за счет уменьшения по шуму в системе. Давайте начнем с предыстории. Для чего это вообще нужно? Как происходят измерения в оптическом диапазоне? Имеется некоторый источник света. Его свет подается на некоторый исследуемый объект. И затем рассеянный или отраженный этим объектом свет попадает на детектор. Но, к сожалению, помимо полезного сигнала с исследуемого объекта, в детектор также попадают случайные помехи. Какие-то отражения от стенок в установке, какие-то прочие источники света и так далее. Кроме того, сигнал на детекторе искажает другой важный фактор. Производитель заключается в том, что природа, свет, вообще говоря, случайная. Как известно из квантовой физики, свет излучается и поглощается отдельными порциями квантами, фотонами. Из-за этого любые измерения света будут содержать какую-то погрешность. Фотон мог поглотиться, мог не поглотиться. И с этим, помимо полезного сигнала, на практике получается огромное количество помех, из которых невозможно понять, что является побочными источниками сигнала, что несет полезную информацию. Двухпотонная интерферометрия – это один из способов побороть эти проблемы. Идея нетривиальна и заключается в следующем. Используются нетипичные экзотические свойства квантовых источников света для того, чтобы статистическую природу света использовать во благо и уменьшать ею влияние случайных помех. То есть при использовании классических источников света статистические свойства света являются помехой. Они мешают в точности измерения. А двухпотонные интерферометрии, они наоборот, увеличивают точность. Так, как я уже сказал, свет испускается отдельными порциями и поглощается он также отдельными порциями. В связи с этим ряд важных свойств света определяется статистикой вот этих порций, которыми он излучается. Например, эти порции могут поступать очень равномерно. За каждый промежуток времени примерно одинаковые. У них может быть очень большой разброс. В один интервал времени прилетит на детектор 1000 фотонов, в другой такой же интервал времени прилетит 10 фотонов. И с этим, конечно, будет сигнал различаться. Какие основные свойства бывают у случайных сигналов? Самые распространенные свойства случайных величин, которые чаще всего можно услышать, это математическое ожидание, то есть некоторое среднее значение, которое наблюдается, и дисперсия. Дисперсия характеризует характерную величину отклонения от среднего. Все эти простые графики демонстрируют, как выглядят случайные величины с маленькой дисперсией и с большой дисперсией. С маленькой дисперсией величина всегда оказывается вблизи своего среднего значения, отклоняется лишь незначительно. При большой дисперсии случайная величина может очень сильно отклоняться от среднего. Существуют экспериментальные установки, которые позволяют найти дисперсию интенсивности излучения света То есть дисперсию количества поступающих фотонов Одной из таких схем является схема Брауна-Твиса Давайте остановимся на ней поподробнее Заключается схема в следующем На схему, на делитель пучка подается внешний сигнал Делитель пучка обладает таким свойством, что половину света он пропускает через себя, а половину света отражает То есть это полупрозрачное зеркало Разделенный на две части пучок Отправляется на два отдельных детектора Прошедший пучок на детектор А и отраженный пучок на детектор Б Далее с сигналами фото детекторов производится некоторая обработка Ее затрагивать не будем И затем сигналы с этих детекторов обработанные Подаются на детектор совпадений Что такое детектор совпадений? Суть его заключается в том, что если два фотодетектора А и Б сработали одновременно То детектор совпадений регистрирует, что оба детектора загорелись Если фотон попадает лишь на один из детекторов А и Б Отдельный фотон, например, прилетает на систему Выпадает, разумеется, лишь в один из двух детекторов Появляется сигнал в одном детекторе Но нет его во втором детекторе И тогда детектор совпадений говорит, что ничего не произошло Сигнала нет И, соответственно, если ни одного фотона не прилетело ни на один детектор То тоже сигнала никакого нет Если записать математически действия этого прибора То он позволяет найти следующую величину Эта величина называется функцией когерентности второго порядка Что она из себя представляет? Давайте представим, что момент Ау равен нулю В числителе этой дроби стоит среднее значение Интенсивности, поступающей на один детектор Умноженной на интенсивность, поступающую, зарегистрированную на втором детекторе Давайте поймем, как она работает Я повторю примерно те же мысли, что уже выразил Но теперь с оглядкой на эту формулу Если у нас попадает на систему отдельно взятый фотон То один фотон на два детектора сразу попасть не может Углачение ведется порциями равными одному фотону Он попадает лишь на один детектор Это означает, что для одиночных фотонов Произведение интенсивности одного интенсивности сигнала на одном детекторе Умножить на интенсивность сигнала на другом детекторе Всегда равна нулю И соответственно Эта функция будет равна нулю В числителе дробь застает ноль Далее, если возможно противоположная ситуация На систему падает Периодически падает сразу огромное число фотонов Ну например 100 фотонов В этом случае В те моменты, когда детектор Регистрирует Если эти 100 фотонов попадают на детектор То Гарантированно хотя бы один фотон попадет На каждый из И на А, и на детектор А, и на детектор В Если фотонов очень много И тогда Произведение будет очевидно Не нулевым произведение сигналов И числитель этой дроби будет отличен от нуля Соответственно В связи с этим могут быть разные свойства У сигнала В зависимости от того, сколько фотонов Попадает на разные детекторы В целом Теперь давайте разберемся Что здесь означает время Тау Эту схему можно немного усложнить Можно рассматривать Поведение Статистические свойства фотонов Прилетающих на детектор А и на детектор В Не одновременно А с небольшим запаздыванием Расстояние отделителя пучка До детектора И до детектора совпадений Можно менять Настраивая оптическую схему Тогда мы сможем Помимо И информации о совпадении фотонов Прилетающих одновременно Мы можем получать уже график Мы можем получить Какая вероятность того Что два фотона прилетят На детекторы с какой-то небольшой временной задержкой Или с большой временной задержкой Или одновременно Мы получаем таким образом Дополнительную информацию Об излучении В целом Характерная зависимость Этой функции От времени Выглядит следующим образом Я Более подробно Поясню дальше Сейчас самое главное Заключается В следующем Когда момент времени нулевой То возможны различные варианты Ну например Очевидно Что если один фотон Как я уже сказал То в нуле будет ноль Эта функция будет равна нулю И также возможны другие варианты В зависимости от свойства Сатистических свойств света Но важным свойством Для любого источника Является то Что на больших временах Эта функция всегда равна единице С чем это связано Это связано с тем Что интенсивность На каждом детекторе Является Строго говоря Некой случайной величиной Если С момента Наблюдения На одном детекторе Прошло очень много времени И мы смотрим Что происходит На втором детекторе То это две Разные случайные величины Которые Очень Слабо Зависит друг от друга Представьте Что мы провели Одно измерение сейчас И второе измерение Провели через год Эти два измерения Не имеют друг к другу Никакое отношение Поэтому Они должны быть Не связаны Как известно Из теории вероятности Среднее От произведения Двух Независимо Случайных величин Равно Произведению Средних Таким образом Интенсивный Средний От квадрата Интенсивности Превращается В квадрат Средней интенсивности А это То же самое Что стоит В знаменателе Дроби Поэтому На больших временах Гарантированно Будет получаться Единица Некоторые Источники При этом Обладают Таким свойством Что даже В нулевом Мином Времени Их фотоны Вылетают Независимо Давайте Рассмотрим Различные Возможности Для Корреляционных Свойств Фотонов И поймем Какие нам Лучше всего Подходят Для того Чтобы Нивелировать Шумы Давайте По порядку Самый простейший Случай Который Я уже Рассказал Дважды Это Источник Который Способен Испустить Единовременно Лишь один Патон Самый Простой Пример Такой Системы Это Например Атом Какого-нибудь Фосфоресцентного Вещества Он Может Молекула Атом Обладающим Свойством Испускать Свет Он Содержит Одно Возбуждение Поскольку Это Отдельная Молекула Или один Атом И он Способен Излучить Только Отдельно Взятый Фотон Как мы Уже Выяснили Для Отдельно Взятого Фотона Функция Когерентности Будет Будет Равно Нулю Далее Другие Варианты Что Будет Если На Детектор Попадает Изредка Происходят Всплески И Попадает На детектор Большое число Очень большое число Фотонов За короткий Промежуток Времени А потом Какое-то Неопределенное Время Не попадает Ничего Если Проанализировать Формулу Давайте Представим Что на систему Попадает 100 Фотонов И затем Очень долгое Время На детектор Не попадают Фотоны Скажем Есть 1% Вероятности Что за промежуток Времени Какой-то Конечный На систему Попадет 100 Фотонов Тогда В числителе При усреднении Что получится С вероятностью 1% 1% Прилетит Очень много Фотонов И гарантированно Поскольку Очень много Хотя бы 1 попадет На каждый Детектор Соответственно У нас будет Сигнал 1 сотая В числителе В знаменателе Нам нужно Посмотреть Как устроена Средняя Интенсивность Поскольку Вероятность Того Что прилетит Хоть что-то На систему Это 1% Тогда Средняя Интенсивность У нас получится Так же 1 сотая Так же Как и Квадратная Интенсивность Она разумеется Рассуждают Безразмерных Единиц Для упрощения Однако Это 1 сотая Стоит в квадрате То есть У нас С вероятностью 1 Мат ожидания В числителе Это 1 сотая Мат ожидания Выражения В знаменателе Это тоже 1 сотая Но она Возводится В квадрат И тогда Мы получим Что эта функция Когерентности Равна Сотне То есть Как итог Если фотоны Периодически Вылетают Большими Скоплениями То функция Когерентности В нуле Очень большая На практике Таких значений Как сотня Практически Не бывает Очень Однако Очень распространено Такое значение Как двойка Это например Нагретые тела Раскаленные Они светят Они спускают Излучение Функция Когерентности Которого Равна Двуму Например Таким же Свойством Обладает Солнечный Свет То есть Это очень Распространенный Класс Источников Это говорит О том Что У этих Источников Сигналы Фотоны Вылетают Как-то Скоррелированно То есть Есть Тренд Что В небольшие Промежутки Времени Сразу Вылетает Очень много Фотонов Хотя Тренд Не такой Сильный Как я Описал Что Сразу Вылетает 100 А потом Простой Ну и Разумеется Бывают Промежуточные Случаи Как мы Выяснили По Картинке Возможен Случай Когда Фотоны Вылетают Совершенно Независимо Нет Никаких Корреляций Между Вылетами Отдельных Фотонов В этом Случа Функция Когерентности Равна Единице И она равна Единице В любой Момент Времени В любой Момент Времени Тау Это На удивление Это Более экзотический Тип Света Таким свойством Обладает Например Лазерное Излучение Оказывается Что в лазере Фотоны Спускаются Совершенно Независимо Друг От Друга Таким Разом Давайте Еще раз Пройдемся По Типам Статистик Наиболее Распространенным Первый Вариант Это Функция Когерентности Равна Нулю Свет Обладающий Таким Свойством Говорят Что он Обладает Эффектом Антигруппировки Фотон То есть Фотоны Всегда Идут По Одному Далее Может быть Случай Когерентного Света Когда Фотоны Вылетают Независимо Ну Это И Называется Когерентный Свет И Возможен Случай Когда Фотоны Вылетают Сразу Есть Тренд Что Фотоны Группируются И Вылетают Сразу Большими Порциями В Таком Случай Боряч Что Присутствует Группировка Фотонов Какие Из Свойств Можно Какие Из этих Сточников Можно Использовать Для Измерения Если Мы Попробуем Использовать Источники Отдельных Фотонов Мы Сталкиваемся С проблемой Что Отдельный Фотон Спускается Очень Медленно Если Мы Савим Одну Молекулу И Хотим Получить С нее Большой Сигнал То Нам Придется Очень Много Ждать Очень Много Накапливать Такая Система Нам Не Очень Интересует Далее Если Фотоны Вылетают Совершенно Независимо Друг От Друга То Нам Это Опять же Ничего Не Дает Мы Не Можем Никак Использовать Статистические Свойства Света Если Фотоны Вылетают Совершенно Спонтанным Образом В этом Случе Мы Ничего Не Выиграем В нашей Схеме Однако Оказывается Что Можно Улучшить Точность Измерения Если Использовать Свет С Группировкой Фотонов То есть В некотором Смысле Удивительно Что Используя Что-то Вроде Свет Который Обладает Свойствен Например Лампочка Казалось бы Такой Низкокачественный Свет По сравнению С лазером Он Обладает Некоторыми Статистическими Свойствами Которые Можно Использовать Какие это Свойства Оказывается Что Если Патоны Вылетают Группами То Они Имеют Тенденцию Быть Очень близким По свойствам То есть Они Имеют Свойство Быть Когерентными Друг с Другом Совпадать По частоте Совпадать По направлению И так Далее В частности Один из Источников Один из Способов Создать Свет С Группировкой Фотонов Заключается Следующим Этот Источник Служит Для Иллюстрации Существует Вещества Вещества В которых Возможно Расщепление Одного Фотона На два Фотона Облазающих Более Маленькой Энергией Ну Разумеется Более Маленькой Иначе Не будет Сохраняться Энергия То есть Какой-то Фотон Попадает На Среду В ней Взаимодействует С этой Средой И на выходе Получаются Сразу Два Фотона Которые Очевидно Вылетают Одновременно И Их Свойства Тесно Взаимосвязаны Между Собой И они Взаимосвязаны Из-за того Что Должен Соблюдаться Закон Сохранения Энергии То есть Сумма Импульса Должна Равняться Импульс Падающего Фотона И Разумеется Сумма Энергии Должна Равняться Энергии Падающего Фотона То есть Это Простейший Пример Систем Которые Выдают Скоррелированные Фотоны Фотоны Свойства Которых Жестко Заданы Жестко Связаны Между Собой Такого Источника Света Тоже Будет Ж2 Функция Конкурентности Больше Единицы Он Тоже Имеется Эффект Группировки Фотонов То есть В данном Случа Например Фотоны Вылетают Парами Из такой Системы Теперь Осталось Только Поднять Как Мы Можем Это Использовать Давайте Представим Себе Такую Схему Мы Хотим Исследовать Какой-то Объект Который Расположен Вот Здесь Мы Подаем Свет Состоящий Из Скоррелированных Фотонов Давайте Для простоты Полагать Что Этот Свет Состоит Из Отдельно Вылетающих Пар Фотонов То есть По два Фотона Вылетает На систему Время От Времени Далее Эти фотоны Проходят Через Делитель Пучка Точно Так же Как И в Схеме Браун От Виса Половина Выпадает На один Детектор Половина Выпадает На другой Детектор Далее Детекторы Сигнал С этих Детекторов Перемножаются Давайте Разберемся Как Это Устроено Почему Мы Должны С такой Схем Получить Какой-то Сигнал И Почему Мы Получим Увеличение Точности Схем Устроено Так Позади Объекта Который Мы Хотим Исследовать Расположен Детектор Который Способен Только Зарегистрировать Прилетел Фотон Или Не Прилетел Он Не Регистрирует Картинку Он Просто Регистрирует Факт Прилетел Фотон Или Нет Таким Образом Если На этот Детектор Попадает Сигнал Какой-то То Мы знаем Что Что-то Прилетело И Что-то Провзаимодействовало С Нашим Объектом Который Мы Хотим Исследовать Другой же Детектор Он Уже Способен Воспринимать Изображение То есть Он Представит Из себя Матрицу Детекторов Каждый Воспринимает Фотон Соответственно У него Какое-то Большое Разрешение И Можно Уже Определить Куда попал Фотон Соответственно Определять Объект Что Наиболее Удивительно И Неинтуитивно В этой Схеме Это Тот Факт Что Мы Позади Объекта Ставим Детектор Который Не Может Детектор Который Может Распознавать Форму Объекта Располагается В пустой Камере То есть Через него Пролетает Цвет Который Ни с чем Не Преизваемодействовал Как же Мы В таком Случе Получаем Изображение Мы Пользуемся Тем Что Фотоны Которые Пролетают На один Детектор На другой Детектор Строго Скоррелированы Давайте Представим Что Пролетело Два Фотона Один Попал На один Детектор Попал На объект Детектор Другой Фотон Попал На другой Детектор Эти Фотоны Как мы Договорились Они Скоррелированы И По свойствам Одного Можно Легко Вычислить Свойства Другого Давайте В самый Простой Случай Их Свойства Идентичны В этом Случай Если Детектор Если Фотон Попадает В какой Нибудь Например Самый Крайний Правый Угол Детектора В этой Ячейки Он Попадет И Пройдет Через Правый Верхний Угол Вот Этого Детектора 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 Что Фотон Попал Куда Детектора В этот Детектор И Будем Регистрировать Попадание Фотона В правый Верхний Угол На этом Детектор Из этой Информации Мы Поймем Что Объекта Вот здесь Нет В этом Правом Верхнем Углу Однако Если У нас Фотон Будет Попадать В центр Детектора То Он На своем Уйти Встретит Объект Вот Здесь На Нашем Детекторе С высоким Разрешением Он Прилетит И Зарегистрируется Если Мы Посмотрим На Развертку Сигнала Мы Увидим Что В Центр Что Когда Фотон Прилетает В центр Вот Этого Детектора На Этот Детектор Попаданий Не Бывает То есть Это Значит Что Где-то В центре Находится Объект Соответственно Так По Пикселам Рассматривая Как Скоррелировано Попадание В каждый Пиксел На этом Детекторе С каждым Пикселом Ну Здесь Нету Пикселом Как Скоррелировано Попадание На Каждый Отдельно Взятый Пиксел С Попаданием На Вот Этот Детектор Мы Сможем Восстановить Где Есть Объект И Где Нету Объекта То Таким Образом Работает Схема Теперь вопрос Каким образом Это улучшает Разрешение На первый взгляд Не очевидно Это улучшает Разрешение Следующим образом Если В системе Появились Какие-то Помехи Случайные Внешние То Они Будут Попадать Лишь На Один Из Этих Детекторов То Есть Например Помеха Попала Какой-то Отдельный Фотон Попал На Вот Этот Детектор На Какую-то Точку Детектора Поскольку У этого Фотона Не было Парного Идентичного Фотона Который Также Прилетел На Второй Детектор Соответственно Такие Сигналы Мы Регистрировать Не будем Именно За счет Этого И Удаётся Достичь Улучшения Точности Посылая Парные Фотоны Мы Можем Исключить Попадание Каких-то Случайных Фотонов От Прочих Источников От Тех Источников Которые Обладают Другими Свойствами Чем Наш Которым Мы Облучаем Систему Данная Схема Появилась Сравнительно Недавно В связи с тем Что получить Хороший Источник Связанных Фотонов Достаточно Тяжело Ну и Кроме Того На него Накладываются Некоторые Дополнительные Свойства Требования К его Свойствам Чтобы Эта схема Была Реализуемой Поэтому Это Достаточно Новая Методика И Она Используется В рамках Эксперимента И За счет Ее Удается Достичь Повышение Точности Измерений За счет Подавления Шумов Давайте Кратко Подытожим Сказанное То есть Это Я еще раз На этом слайде Все лишь Преимущество Метода То что я уже Сказал Удается Воспринимать Лишь ту Информацию Мы можем Отсеять ту Информацию Которая Поступает Не от Нашего Источника Излучения Мы Исключаем Побочную Информацию Выводы Выводы Следующие В общем Случае Квантовые Свойства Света Приводят К Ухудшению Сигнала То есть Если это Какой-то Свет Попадающий На объект Мы в микроскоп Смотрим Например Однако В некоторых Случаах Удается Использовать Необычные Квантовые Свойства Некоторых Экзотических Источников Для достижения Противоположного Эффекта Наоборот Уменьшение Шумов Уменьшение Помех Спасибо за внимание Я готов Ответить На ваши Вопросы Если Каковы Имеются